Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные на свете зрители! Я опять на Блошином рынке. Посмотрите, сколько здесь хрусталя, фарфора и стекла времён СССР. Разбилась чашка или хрустальная рюмочка у вас? Значит, вам сюда. Рынок работает каждый день. И посмотрите, сколько здесь народа! А ведь это обычный день, даже без любимой нами скидки. Мы сейчас с вами находимся в самых дешёвых отделах фикс-прайса, где фиксированы цены. Где всё по 100 и 200 рублей. И посмотрите, какие можно красивые чашки купить за копейки. Причём дулёвая. Очень красиво, с весенними цветами. Ой, какая прелесть-прелесть! И, кстати, меня всегда удивляет, откуда в Советском Союзе было столько пиал. Как будто вся наша страна стала пить из пиал, из чайников. Мы превратились в какую-то восточную страну. Но пиал здесь множество, множество. И, конечно, я не удержалась и купила вот эти замечательные пиалы с ручной росписью, с такими красивыми яркими цветами, совершенно по-весеннему смотрящиеся, да? Как будто бы вот у меня здесь на столе уже весна, 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 весна. И мне очень интересно было узнать всё-таки, что же, чьи же эти пиалы. У меня вообще очень много пиал, как ни странно, из песочного. Ну, вот интересно, какие же это пиалы? Это птица, клеймо Ташкентского фарфорового завода. На нём изображена анко. Анко – это на фарсе обозначает сказочную птицу. Это 92-й год. Ну, очень уж красиво. В 1953 году фарфоровый завод построили в старом городе на старинной, длиннейшей улице Сагбан. Жаль, что завода этого уже нету. И, конечно, больше всего узоров было с хлопком. Вот такие узоры, наиболее часто встречающиеся. Кстати, то, что сегодня покупают с этим узором в самом Ташкенте, в узбекской, в Узбекистане, производят в Китае и Турции. То, что поровнее и поизящнее в Турции… Красивые бока. По 200 рублей. Красота. Посмотрите, новые поступления куклы. Красота. Ой, какие прям совершенно разнообразные. Это уже в современном, в таком клетчатом платье. Все длинные. А здесь, кстати, их еще целый ряд. И в белом. Ой. Вот, а я вижу соусник. Смотрите, какая красота. Растительный орнамент. И, по-моему, всего сколько здесь… А, нет, даже это Дулёва. Дулёва. 600 рублей. Я возьму его. Обязательно возьму. А вот еще, посмотрите, какой-то есть у нас. Это что у нас? Это фарфор ГДР. Да, и, конечно, я купила этот соусник. С такой изящной ручкой. Сверху позолота. Очень хорошо видно. Смотрите, какой красивый рисунок. А это уже здесь лето. И уже я купила в эту же тему летнюю замечательную вот такую маленькую тарелочку с папоротником. И, ой, забыла, растение пижма. И с пижмой. Ну, вот совсем летний Дулёвского завода. Посмотрите, 68-го года. Да, ну, вот видно, что края у тарелочки уже золото почти стерлось. Они, кстати, волнистую форму имеют края. Ну, вот такая вот красотень. Конечно. Интересно, сколько стоит сахарница. Сахарница не знаю, сколько стоит. У меня вот такие были чашки. Все раскукало. Поехала посуда просто. Представляете? Вот я купила. Вот такая вот. И здесь, кстати, я купила. Угу. Здесь же. Не знаю, вот это вот. Но она без блюдца. Ну, это мне меньше нравится. 100 рублей. Ходи поставить. Мне вот та вот, вот те пары. Вот эта пара вообще, конечно, как вы ее нашли. Сказка. Скажите, а дулевы здесь сахарница с сиреней, сколько она стоит? Не помните? Она за еще 200, наверное. Или ты еще? Угу. Около тысячи. Понятно. О. Да, около тысячи нам не очень подходит. Сколько они? Не знаю. А сколько вот эта вот ЛФЗ стоит? Это по 600 рублей. Кстати, по 600 можно вполне купить. И мне их рисунок нравится. Да, да. Не хотите так? Да, вот и надо подумать. Вот это мне нравится. А вот эти чашки. Нет, это не то. Она прям какая-то такая вот. Здесь хотела купить два бокала, и ей что-то не нужно. А, еще. А вот они. Еще вот. Да? А можно их как-то по это поскинуть? Поскинуть все, но можно? А сколько они? Они по 400. Слушайте, хорошие бокалы. Ну, это, знаете, да? Да, у меня есть такие, только широкие. Знаете, такие широкие и маленькие. А чье это такие? Это, по-моему, красный гигант или что это? Это что такое называется или зима, или снежинка. Да, да, да. Что-то типа это. Ну, че, мы как-то упадем? Ну, да. За 700? За 700? А за 600 никак, да? Давай 150. А еще чашечку, если. А, да? А если еще чашечку? Чашечка одна, да? Вот она хочет вот эту чашечку. Да, я хочу вот эту вот чашку. А скажите, ради интереса, сколько вот это вас необыкновенность? Вот тут 25, потому что мне все спрашивают, спрашивают. Вот еще та, такая же розовая, видите? Ой, да, да, да. У вас здесь самый красивый отдел. Мы рады, выходите. А вот это вот сколько стоит троечка? Еще 300. ЛФЗ. Да, она тоже вот, знак пайса, то есть сердце, ручная роспись. Полночь, красивый. Да. Ну ладно, после этого бокала уберу. Так, я даже не смотрю, что ты говоришь. Что, бокалки? Ну да, у меня там пройдут. Нет, да что, иногда бывает, иногда не бывает. А вот смотрите, нам к празднику яички выбирать. Какие хотите, любые. И блюдца вот отдельно можно купить. Вот блюдца по 350. Ну, веселенькие, кстати. Веселенькие. Ой, слушайте, какая прелесть. Какая у него работа, он резной. Вот этот? Да. Ой, да. А у него вырезана там. Ух ты. Смотрите, он прямо это вот проведите рукой. Да. Он рельефный какой-то. Рельефный. Ну, это необыкновенный какой-то. Такое интересное. Словакия уже. Словакия. 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 Да, он уже Словакия. Вот тут вот чуть-чуть у него дефект. Слушайте, а мне еще вот этот нравится, молочник. Посмотрите. Угу. 650. Симпатично. Не хотите такую купить себе? Нет. Да, вот видите у него какой ободок? А у этой вот здесь вот светлый. А это прям темная. Ну, он более толстый намазан, мне кажется. Нет, вот здесь, посмотрите, этот. Нет? Нет. Ну, да. Мне больше нравится. Темная такая вот здесь вот, да? Да, да, да. Здесь темная. Здесь темная. Ну, мне нравится, когда я светлая. Мне как-то вообще все не нравится. Я вообще люблю кобальта. Вы знаете, я покупила здесь в прошлый раз. Но мне этот рисунок тоже очень нравится. Нет, красивый рисунок. Он менее избит, чем те, да? Угу. Ну, да, тут вот, кстати, вот. Без цены. Часы какие. Часы пришли. К ним много часов пришло. Очень-очень. Креслица. Вот это что-то китайское. Пять тысяч рублей стоит, да? Без сервиз. Кстати, пять тысяч недорого. Потому что, смотрите, там чайник, сахарница, молочник. Две. И чашечки шесть штук. Пять тысяч. Вот еще, то, что мы с вами смотрели, правда, помните, зерно, дырочки такие. Здесь и чашки, и ложки, и блюда разных размеров, разных видов. Я не вам, я не вам. Ах, вот здесь, посмотрите, какая красота. Ну, я не знаю. Сказка, сказка, сказка. А вот это вот, смотрите, какие. Мастер. После моего обзора блошеного рынка 8 марта многие заинтересовались стоимостью вот этой замечательной композиции. Но оказалось, что ее отдали на реставрацию, и поэтому стоимость ее никто не знал. Но раз вы заинтересовались подобными статуэтками, я решила сделать небольшой обзор и других статуэток. Но здесь, например, вот такая статуэтка, как вы видите, она стоит 45 тысяч. Очень красиво. Здесь есть, как вы видите, и лось, и вот эта красавица замечательная вся в синем. И вот эти вот внизу композиции тоже они стоят по 45 тысяч. Ну, в общем, вот такие здесь замечательные статуэтки. Вот этот графен со стопочками 19 тысяч 500. Так, что я вам еще не сказала. Вот этот 10 тысяч стоит. Вот старушечка что-то варит в своем котле. А вот, посмотрите, красавица необычайная прилегла на атаманку, отдыхает. И сколько же здесь красивых, прекрасных юношей, прекрасных девушек, кавалеров и дам. Ну, просто глаза разбегаются. Красота! Красота! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Машиностроение Субтитры создавал DimaTorzok И сколько они стоят? Игрушки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...